Нейтральный или теплый? Это дилемма, пока что главная тема обсуждения в городской мэрии. Свет на улицах Рязани в этом году точно будет. Вот только выбирать безапелляционно власти не станут. Мнение горожан в этом деле первостепенно. Те варианты, которые у нас представлены сейчас для голосования, то есть если мы берем сейчас светильники нейтральные, у нас из наших расчетов планируется установка более 14 тысяч светильников. Если мы берем теплый свет, то соответственно у нас получается под установку попадает чуть больше 9 тысяч светильников, исходя из того, что данные светильники они дороже по цене сейчас на рынке. На новых фонарях установят защиту от перепада напряжения, что продлит срок их службы. С подачи руководителя региона Павла Молкова голосование по выбору тональности уже стартовало. Ведь холодный свет рязанцы отвергают категорически. К нами запланировано к замене улицы с наибольшей интенсивным движением. На них планируется установить светильники мощностью от 120 до 300 ватт. Световой температуры от 2700 до 4000 кельвинов, которая максимально приближена к дневному свету. И световой отдачей более 140 люмин на ватт. В настоящее время те светильники, которые установлены в городе, имеют световую отдачу практически в два раза меньше. Вопрос об уличном освещении в Рязани возник еще в середине прошлого года, когда закончился срок скандально известного энергосервисного контракта. Светильники на 26 улицах оказались некачественными. Ущерб составил более 10 миллионов рублей. Мы, конечно же, читали, знакомились с мнением горожан, в том числе и в соцсетях. Встречались во время выездов, во время личных приемов. К нам обращались рязанцы. Но сами мы никак не могли решиться. Это не малодушие. Это тяжелый бэкграунд прошлого энергосервисного контракта. Мы боимся ошибиться. Установку новых фонарей на улицах города в мэрии планируют начать после 1 августа. После проведения необходимых торгов и заключения контракта. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».